Он сказал заткнись и начал меня душить. Блин, в какую жопу я лезу. Я охренела, честно, мне стало страшно. Я уже готова была быть к тому, что я буду одна. Как я ошибалась. Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свея. У нас продолжается рубрика, которая я ещё не знаю, как называется. В общем, это видео об отношениях. Вы мне присылаете очень много своих вопросов. Всяких разных просите ответить, чтобы я высказала своё мнение, поделилась своим взглядом. Итак, мы продолжаем. За последнее время у нас тут появились некоторые события про Регину Тодоренко. И, честно говоря, от вас очень много вопросов. Сирена, пожалуйста, поделись своим взглядом. Что ты думаешь о высказывании Регины Тодоренко? И вообще, в целом, задавали вопросы про насилие в семье. Был ли у меня какой-то такой опыт? Что я могу сказать по этому поводу? Сейчас всё расскажу. Первый вопрос, я его записала. Он где-то был у меня в видео в комментариях от Stop Talking. Вот так вот называется аккаунт. Сирена, как вам тема токсичных отношений? Сталкивались ли вы с какой-нибудь формой психологического или физического насилия в отношениях? В отношениях. Так, сразу на ум. Именно насилие какого-то в моём случае я не припомню. Помню, что у меня есть по этому поводу определённый взгляд. Он сложился у меня с самого детства. То есть мне приходилось жить с человеком под психологический насилие. То есть я видела, как человек оказывал психологическое насилие, да, и физическое тоже на близкого мне, очень близкого человека. Я не хочу вдаваться в подробности, вот, но я присутствовала при всём этом, наблюдала всё это. И с детства, конечно же, я его винила всегда во всём, что он неправ, потому что он мужчина. И априори не может поднимать руку на женщину. У нас у каждого есть свой выбор в жизни. И, пожалуйста, не нравится что-то, уходи. Зачем ты выбрал женщину, которая тебя настолько бесит, да, там, не нравится тебе, что ты думаешь, что нужно распорядиться так, чтобы избавиться от того, что тебе не нравится, именно насилием физическим. Женщина слабее априори. Тут вообще как бы, ну, я не знаю, как бы она не провоцировала, я считаю, что физическая расправа, но это уже извините. Знаю, что есть женщины такие, которые, знаете, за словом в карман не полезут, и первые со сковородкой кинутся и с ножом кинутся. Есть и такие женщины, и я таких знаю, понимаете. Если женщине что-то не понравилось, да, еще если она под шофе, она может схватить нож и просто лететь на своего мужчину, который вообще даже ни словом, ни духом, да, но здесь вопрос, надо защищаться и сразу валить от такой женщины, да, но ни в коем случае не, знаете, вот это вот не бить, понимаете. Одно дело оттолкнуть, да, как бы самозащита, ты оттолкнул человека, ты не дал себя ударить как-то, да, а другое дело бить рукой, ногой, что иногда происходит, да, то есть ты злишься, и ты злость свою просто вот на, на, это вообще, это за гранью, такого быть не должно. Я видела, да, я была свидетелем психического насилия, со мной номер даже в молодости не прокатывал, хотя человек мог психически меня атаковать, но так как моя психика не поддается насилию, то есть я как-то вообще не заточена про это, да, и у меня всегда защита близких, защищать близких, да, я вела себя определенным образом, я была агрессивна, то есть я, ну, нападала словесно, причем я не нападала просто оскорбляя, да, я человеку говорила, в чем он не прав, и у человека не было аргументов, но поднять на меня руку, наверное, ну, что-то ему мешало, слава тебе, Господи, да, что-то ему-то мешало, хотя мог бы, но не поднимал. Вот, это что касается, где я была свидетелем всего этого, да, и отчасти, конечно, он не прав, сто процентов не прав, но отчасти я винила и другого человека, который оказался в этой ситуации, потому что этот человек не рвал эти токсичные отношения, не рвал, он оставался в этой ситуации все дольше и дольше на протяжении многих лет, и я, видя эту картину, понимала, что женщина – это просто слабая, это раз, что женщина – это зависимая, неуверенная в себе, с тысячью своими страхами, то есть я этого человека оправдывала, потому что он мой близкий, я, естественно, понимала, почему это происходит, и я себе дала зарок на будущее, что никогда ни один мужчина не будет на меня влиять ни психологически, ни физически уж тем более. Я бы... Иди за эти мульки, смотри. Поэтому в моей жизни, когда я столкнулась с этим, я начала встречаться с парнем, и можно сказать, да, что я спровоцировала, очень грубо спровоцировала, что получила, то есть первый раз я, во-первых, я встречалась с человеком, которому говорила все время у нас свободные отношения, пожалуйста, пойди с кем-то начни встречаться, потому что он очень сильно ко мне лип, вот, и сама как бы гуляла, общалась и знакомилась, да, и приходила, ему об этом рассказывала. Конечно, ну, как бы никакой парень, как бы, может быть, этого не выдержит, да, ну, возьми и расстанься со мной, а поднимать руку, ну, не выдержал, злость у него, и он поднял руку, дал мне пощечину тогда. Я очень расплакалась, я вспомнила сразу всю свою молодость с детства, можно сказать, да, когда я видела такие вещи, которые я сказала, ни разу ни один мужчина не поднимет на меня руку, и женщина тоже, никто не имеет права на меня поднимать руки. Я просто сразу искореняю это общение. И я столкнулась в первый раз с тем, что я не искоренилась в первый раз это общение. Не искоренилась в первый раз это общение. То есть я расплакалась, я ушла, я сказала, это конец, но через два дня, или даже через день я начала замечать, что в моей голове присутствуют мысли, типа, а, я сама виновата, или он так меня любит, что не сдержался, ему так сложно было это слышать, а может быть, я его люблю. То есть я офигела сама от себя. И в тот момент, девочки, это было мне 17 лет. 17 лет я поняла всех женщин, почему они возвращаются. Я поняла того своего близкого человека, почему он возвращался. И вообще в целом я понимаю, что мы за люди. Так это 17 лет, девочки, вот в такой ситуации. И я вернулась. Потому что он всё равно звонил, он хотел встреч, хотел и так далее, и как бы извинялся, и я как бы простила. Но сама думаю, блин, в какую жопу я лезу. И в итоге, ну как бы у меня внутри это сидело, понимаете, эта картина, картина в детстве, она осталась твёрда. Это моя уверенность, что никто на меня не будет поднимать руку, что я своего мужчину не буду бояться. Это вообще не отношения, когда ты боишься своего мужчину, боишься высказать своё мнение, боишься высказать своё фи, или если он ведёт себя как последний мудак, ты боишься ему об этом сказать. Что извини меня, но ты сейчас себя повёл как полный кретин. Я этого терпеть не буду. Особенно, хорошо, ладно, ещё можно подбирать слова в первый раз, да, но если человек ещё и доказывает тебе, что ты дура, понимаете, вот здесь нужно, как бы я себя, здесь нужно быть просто пантерой, да, нужно защищать свои границы, иначе вас будут топтать и топтать. Но если человек на защиту ваших границ собственных начинает на вас нападать физически, это просто трэш, это крах, это всё, это пипец. Не должно быть такого. Это ужас. Это для меня, честно, это ад. Я когда слышу такие истории всякие и так далее, для меня это ад. Жить в таких условиях – это ад. Это я в аду, я не живу, не наслаждаюсь жизнью. Это я боюсь, испытываю постоянный страх, стресс и вообще, что это за жизнь. Я не знаю такой жизни. И желаю всем не узнать такой жизни, кто никогда этого не знал. Но всё в наших руках. Вот реально, всё в наших руках. Только мы, только мы можем поменять нашу жизнь и что-то в ней сделать. И идти тем путём, который мы хотим. И часто бывает, оказывается, что на самом деле женщины именно и хотят того, в чём они находятся, да. Они именно хотят, знаете, вот тут есть синдром жертвы. Есть люди, которые себя чувствуют в нём как-то вот уютно, не признавая себя в этом. Это психологические проблемы, с ними нужно работать, потому что всё равно человек страдает, да. Просто он, наверное, другой жизни не знает. Он не знает по-другому, как можно. Он боится. Психология – это вообще дело такое, куда мы сами себя загоняем, куда идём, и где мы оказываемся. Очень сложно, даже просто многие не заглядывают внутрь себя и не понимают, где они оказались и кто всему этому виной. Они привыкли мыслить вообще шаблонами какими-то, а они как, знаете, в собственной ловушке. Поэтому радуйтесь, если вы умеете заглянуть в себя, покритиковать себя, сказать себе, что вы живёте как-то не так, развернуться и пойти в другую сторону жизни. Если вы саморазвиваетесь, если вы видите в других людях что-то умное и хотите расти, это просто мега круто, когда это есть у людей. Потому что посмотреть истории, где люди оказываются, это значит, что у них просто нет блок. И чтобы сошлись условия, чтобы человек просто мысль даже пустил в свою голову, что он живёт как-то не так, что это ненормально, что его не любят, что это не любовь, что это болезнь какая-то, что это какая-то полная херня, где человек находится. И только она сама может это поменять, да, или человек это может поменять, потому что абьюзеры, они те же психологические крейзеры, понимаете. И точно так же в их голове должна возникнуть мысль, что что-то идёт не так, это ненормально бить свою женщину. Вот, поэтому я вернулась, да, вернёмся к этой истории. Я вернулась, но в голове я своей держала, что если ударил один раз, он ударит и второй. Я так хотела, чтобы этого не было. Но оно, честно, оно так сидело в моей голове, на стольких... Я жила в таком месте, где столько этого всего было, где мужики поднимали на женщин руки, где я каждый вечер дома слышала, понимаете, как кого-то гоняют, спускают по лестнице вечное, кровища где-то кругом, да, женщины ходят в синяках, мужики бухают, наркоманы кругом. То есть я жила в таких вот... в таком районе, в таком доме, понимаете, где это нормальная тема была. Поэтому я вернулась в эти отношения, но в голове моей как мантра была. Он сделает это второй раз, он сделает это второй раз. И я, конечно же, я не была такой сразу, знаете, паинькой подбирать слова. Нет, я не такая. И в очередной момент, какая-то буквально неделя прошла, очередной наш спор, девочки, просто спор. Мне не понравилось, что обо мне его тетя высказывалась как-то, ну, как бы, что я ему не пара, что-то типа того. И он то ли как бы... А он от нее как-то зависел. И вот что-то какие-то такие моменты, и он мне начал это высказывать. У меня это что-то задело, и я ему говорю, что ты взрослый парень, да, ты должен сам принимать решение, почему какая-то тетя, твоя тетя, да, ну, пусть она там, твоя тетя, да, принимает за тебя решение. Ты должен в жизни что-то такое сделать, чтобы сам принимать решение, да, кто с тобой должен быть, какая женщина и так далее. Его что-то задело, что я как будто что-то плохое сказала о его тете или о нем, что он слушает тетю, что он как маленький мальчик слушает тетю, да. И он просто начал меня душить. Он сказал, заткнись и начал меня душить. Я в этот момент расслабилась. Смотрю ему в глаза и говорю, ну давай, ударь меня. Я знала, что ты это сделаешь второй раз. Он отпустил меня со злостью, и, ну, это было последнее. То есть, ну, я как будто дала себе шанс, не знаю зачем, это, видимо, мне нужно было подтверждение чего-то, это первый раз, первый, да, такой раз в моей жизни. И подтверждение это сложилось, и честно, правда, мне было тяжело, потому что вроде бы человек меня любит, да, ну, то есть он как бы показывал эмоции вот любви своей очень сильно, несмотря на то, что он руку поднимал, да. Мне казалось, он меня любит, мне казалось, он будет без меня страдать, он, конечно же, хотел меня вернуть, я думаю, что я там самая яркая любовь в его жизни. Ну, и вот эти вот все мысли, которые, да, тем не менее, как бы я решила, что все, пока нет, никогда, никогда. И знаете, что самое классное? Это, да, это было тяжело, я понимаю женщин, что это тяжело, причем у меня такая еще, у них даже бывает и вот этих установок внутренних, да, что ударил один раз, второй, что никогда меня никто не будет бить, да, у меня эти были установки, у меня были хорошие примеры, как говорится, в детстве, да, чтобы не повторять ошибок. И было тяжело, тем не менее, даже с этими установками было тяжело. Ну, знаете, на протяжении своей жизни я еще делала очень много вещей, которые было делать тяжело психологически. То есть ты хочешь одно эмоционально, а здраво тебе нужно сделать другое. На самом деле это тяжело идти против своих чувств, против своего сердца, против своих каких-то внутренних вот этих, да, и здраво поступать. Это тяжело. Но это такое ощущение, что тебе как будто нужно пройти, знаете, вот перевернуть вот этот вот пазл. То есть ты как будто живешь вот так вот, живешь, 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 и ты это как бы понимаешь, и скрипя в сердце, тебе нужно это перевернуть. И если ты один раз это сделаешь, дальше становится все легко. Если ты один раз бросила мужика, потому что ты искренне считаешь, это не твое, все не твое, он тебя не уважает, он там это, ты его любишь, есть чувства, но ты говоришь себе, такого мужчины со мной рядом не будет, со мной будет такой, такой и такой. А что нужно сделать, чтобы с тобой был такой-такой-такой? Уйти от не такого, чтобы встретить, открыть ворота, распахнуть свое сердце. Один раз уходишь от человека, Миланка на заднем фоне. Один раз уходишь от человека, потом легче. Потом просто, знаете, еще же нужно развивать свою внимательность, и на ранних стадиях все это дело замечать, да, и потом просто раз ты заметила моментик какой-то, тебе не понравился, ты там сказала человеку, пресекла его, он такой типа понял, услышал, а потом опять делает. Все. Значит, не понял, не услышал, значит, не догоняет, или проблемы у него какие-нибудь психологические. Разворачиваешься и уходишь. Пока еще нет у вас общих детей, там, или еще чего-то, да, на ранних стадиях. Все, думаешь, все, не мое. Как бы взришь в корень уже, что все, не твое, уходишь дальше. И вот тогда вы найдете то, что вы ищете. Честно, вот сейчас со мной находится мужчина, мужчина, которого я себе уже нарисовала, уже здраво. То есть он должен быть такой, такой, такой и такой. И знаете, что мне всегда говорили? Таких не бывает. Не бывает таких мужчин. Я говорю, как это не бывает? Ну, если не бывает, если уж не бывает, я не встречу, я не исключаю этот момент, да, хотя я была внутри уверена, что я его встречу, и есть такой. Я же офигенная, я есть. Значит, и он есть. Я уже готова была быть к тому, что я буду одна. То есть я буду либо с мужчиной, который меня полностью устраивает, с которым я буду счастлива, именно по всем качествам, либо я буду одна. А зачем мне какой-нибудь? Мне не нужно. Поэтому я к этому очень достаточно просто относилась уже к 29 годам. Уже к 29 годам. Ну, я не знаю, рано это или поздно. Может, кто-то раньше ко всем этим вещам приходит. Но я вот где-то 29, да. В 29-ти мы встретились с ним, 29-ти. И вот. Уже он был моим таким переломным моментом. Вот такая ситуация была психологических, токсичных отношений, которые быстро закончились. После этого в моей жизни я встречала каких-нибудь гиперэмоциональных мужчин, которые делали какие-то неадекватные поступки. Мне, честно говоря, мне, честно говоря, от них тошнило. Ну, прям вот. Как можно мужчину вообще хотеть, желать, встречаться с ним, когда ты на него вот так смотришь? Он неадекватный. Он психованный. Кайф, когда мужчина умный, понимаете? Когда с нему есть о чем поговорить, когда он заглядывает внутрь себя, когда он растет, когда он добрый, когда он щедрый. Ты его хочешь. Это мега. Когда ты видишь широту души. Тебе хочется ее обнять, тебе хочется туда вот, в нее, с ним. Потому что он большой, большой и свет. Вот так нужно смотреть на своего мужчину. Ну, а не так, придурок какой-то. Вот так, понимаете? Мужчину своего нужно уважать. Для этого нужно найти мужчину, которого ты уважаешь. Ну, то же самое их мужчина. То же самое. Найти нужно женщину, которую ты уважаешь, чтобы не поднимать на нее руки и не говорить, какая она, сука, стерва, понимаете? Провоцирует тебя. Мужчина всегда будет в этом смысле виноват. Ну и, то есть это я сказала, да? Про свои токсичные отношения. И перейдем к теме Регины Тодоренко. Присылали мне. Что думаешь про Регину Тодоренко? Про ее высказывание про домашнее насилие? Конечно, когда я посмотрела, то есть я сначала слышу, что на Регину Тодоренко нападают все. То есть я не слышала, я не смотрела там, вот где она там высказывалась, да? Это я где-то в Телеграме подписала на какой-то канал. И там всякие новости, сплетни, да? Я как любая девочка, люблю посплетничать тоже иногда и посмотреть все это. И я смотрю, на Регину Тодоренко нападают. А не так давно я смотрела интервью с ней, и она как раз-таки, я по интервью заметила, что она очень гордится тем, какой статус она занимает, что у нее очень высокий заработок, она очень хорошо зарабатывает, что она лицо лореаль, я так поняла, там памперс лицо тоже, да? То есть даже что-то там вопрос какой-то ей задали по поводу Ивлеевой, да? Нет ли конкуренции или что-то того, я не буду сейчас вот врать, примерно что-то, да? Но она сказала, мы разные, да? Кто-то вот так вот, кто-то вот так вот этим берет, да? А я лицо компании лореаль. Вот так она высказалась. Не помню, с кем было интервью, но я помню эту фразу, думаю, о, гордится, очень гордится, что она лицо компании лореаль. То есть не всех берут лицом компании лореаль. То есть, значит, лицо, это значит, что она олицетворяет вот все вот это женское. Да, потом это я уже узнала, что оказывается, она еще там женщина года по версии кого-то, да, что у нее отобрали этот титул. В общем, я смотрю и думаю, нифига себе человек вот так вот, вот так вот рост, да, всем этим делом гордится. А сейчас на нее нападают. Что там происходит? Высказывание какое-то жесткое. Я посмотрела это высказывание, думаю, может, зря нападают, да, как у нас хитри бывают. Но на самом деле высказалась она очень жестко. Ну, правда, очень жестко, еще так эмоционально. Я посмотрела это и думаю, ну да. Первая мысль моя, какая была, это то, что да, публичный человек должен конкретно следить за своим языком. Особенно, что касается каких-то таких вещей, да. Может быть, у нее в жизни не было просто этого опыта, поэтому она так высказалась, да. Если бы обижали ее маму, например, да, или обижали бы ее сестру, какой-нибудь абьюзер, да. Я новое слово узнала, абьюзер. Я не знала этого слова, девочки. Вот я все эфиры посмотрела и узнала слово абьюзер. Я думаю, она никогда так не сказала. Даже, знаете, она даже могла бы так сказать, если нет-нет, на нее бы поднимали руку в отношениях. Просто зависит от того, как ее мужчина, может быть, да, все это дело раскладывает. Может, она его так сильно любит, вот представьте, да, ситуация, что женщина любит очень сильно мужчину, да. Он там на нее поднимает руку, потом извиняется, да, а она такая вот самодельством занимается, женщина, да, и как бы он ей догоняет, да, что она все-таки виновата. Она тут сказала ему, ты такой мудак, да, или она сказала, да, ты не мужик, понимаете, и он ее отфигачил, да, и она такая, ну, блин, как так можно мужчине говорить, нельзя. Все, я не буду так говорить. Раз этого не говорит, за это он ее больше не бьет, да. Какие-то другие ситуации происходят, да, там плохо приготовила суп, как-то подала некрасиво, да, опять, ну, блин, да, я испытывала какие-то очень приятные эмоции, я ему подала не так суп, я виновата. И, конечно, из такого может родиться такой взгляд, что, типа, а что вы сделали, да, чтобы вас не ударили? Может, вы делаете все не так, понимаете? И вот даже вот в такой ситуации женщина могла бы так сказать, я даже подумала, что вдруг, вдруг, может быть, так и есть. Но, ладно, опустим. Правда, возможно, у нее не было этого опыта, да. Если бы был такой опыт, она бы никогда так не сказала. Получается, из ее высказываний, то получается, что ее какой-то близкий человек, да, которого она любит, которого обижают, сам виноват. Вот, скорее всего, это высказывание просто навеялось ей, может быть, не любовью к той девушке, которая так высказалась на видео, да. То есть, явно она какой-то пример показывала. Ну, грубое высказывание, грубое, но я бы, честно говоря, если бы написала комментарий под этим, я бы не нападала бы сразу. Я бы попросила уточнить, то есть, я бы сказала, Регина. То есть, ты считаешь, что если мужчина бьет, то эта женщина виновата, в первую очередь. То есть, она должна делать... То есть, она должна делать... Нет, то есть, даже нет, это высказывание, оно звучало так, что, типа, это как бы из ее высказывания, да, если копнуть, звучит так, что это нормально вообще, что мужчина бьет. И чтобы он не бил, ему нужно что-то сделать. То есть, он как-то вообще бьет, как бы, вот. А чтобы не бил, надо что-то сделать. Вот такое я прочитала. Но, возможно, не подумала, да. Я думаю, что она реально не подумала, если бы мы вот так сидели, с ней за чашечкой кофе пили, и она бы такое сказала. Я бы спросила, что ты имеешь в виду? Вот так? Она бы сказала, нет, конечно. Почему-то я так уверена. Она бы сказала, да нет, я имею в виду, что женщина, может быть, сама виновата, провоцирует и так далее, да. Но дальше бы у нас пошел тогда другой диалог по поводу того, провокации и так далее, что я вам до этого говорила. Конечно, я считаю, что ее не заслуженно вот так вот прям, прям начали бомбить все хейтеры, да. Потому что я считаю, что каждый человек имеет право на ошибку, высказаться что-то. Я тоже часто бывает могу ляпнуть что-то. А знаете, более всего, она молодая еще. Молодая, у нее не было опыта. Зато как классно она выкрутилась из ситуации. На самом деле, я думаю, что ей действительно было тяжело неделю. На момент, были моменты, когда я подумала, может, это продуманный хайп. Хотя, с другой стороны, думаю, вряд ли бы она пошла на то, чтобы у нее отобрали все эти титулы и все отказались от того, что она там лицо чьего-то, да. Но думаю, что это, ну, да, это дорогостоящий опыт, урок в жизни, да. Она начала заниматься, узнавать, поняла, какая ситуация происходит во всем этом. Честно говоря, я даже сама не знала, что настолько серьезная ситуация. Я посмотрела ее фильм про насилие домашнее и охренела. Честно, мне стало страшно. Мне стало страшно. А знаете, что самое страшное? Я подумала, то есть там так все рассказывается, так все нагнетается, что такое ощущение, что мы можем встретить человека, потом это в конце как бы развеялось, слава богу, что мы можем встретить человека, да, живем-живем, и вдруг он, короче, абьюзер. И вдруг он начинает вот так себя вести. Вдруг. Вот для меня вот эти моменты самые страшные. Я помню, даже разговаривала как-то со своим другом, говорю, ну, блин, я как-то не верю. Уже мой опыт в жизни показывает, что не бывает ничего вдруг. Ну, можно разбираться в людях. Можно сразу увидеть человека и пообщаться с ним немного, и понять его предпосылки. Ведь если человек вполне себе адекватный, ты видишь его реакции на какие-то моменты, ты видишь его рассуждения, ну, как бы ты скажешь, это нормальный человек, как бы даже не поверю, что он там руку может поднять. Люди, бывает, говорят о таких, да, там, Чикатило тоже, да, такой хороший это, это. Да вот, а я не верю. А мне кажется, что если бы я увидела Чикатило, я бы наверняка даже по глазам по его подумала, что он какой-то ненормальный, да, есть интуиция, есть какие-то моменты невидимые. Мне кажется, что про Чикатило говорили люди именно так, потому что они не видели просто момента. Они не видели его странности, да, там, он с мамой жил, например, это уже странно, да, Чикатило, по-моему, с мамой жил, насколько я помню. То есть вот какие-то такие моменты, да, сильно спокойные, сильно зажатые, сильно хорошие, какая-то монотонность, поведение, это же, это все такие мелкие моменты, которые говорят, что человек какой-то странный, просто, просто странный, этого достаточно, да. То есть, по мне, человек должен как бы активной жизнью вести себя, быть открытым, общительным, это, это, да, как-то какие-то моменты, ну, не знаю, в деталях всё это проявляется. И когда они начали это всё нагнетать, нагнетать, я такая думаю, блин, да, это получается, что хрен его знает, кто со мной рядом, да, а вдруг я могу оказаться в такой ситуации, да, меня всегда вот это пугало, что во вдруг. Ну, и потом, в конце уже этого фильма, да, всё-таки они пришли к тому, что вот так случайно вдруг ничего не бывает, что даже есть тест под видео, да, в каких отношениях вы там находитесь, нет ли у вас психологического там давления, да, и не на ранней ли стадии абьюзера там находится ваш мужчина, или вы там не на ранней стадии жертвы. И как раз-таки там несколько вопросов, и вопросы, ну, как бы из этих вопросов, как бы, ну, нормальная женщина, можно без этого теста понять вообще, в какой ситуации ты находишься. То есть, да, это когда мужчина тебя там не слушает, когда он тебя не уважает, когда он там ещё какие-то моменты, то есть такой вопрос, слушает ли вас мужчина там вот, когда вы говорите что-то, да, как он реагирует на когда вы говорите там то-то, ну, то есть вот такие моменты. И действительно, да, нужно быть внимательней на ранней стадии, как человек относится, как он эмоционален, что он себе позволяет в эмоциях, понимаете, прикрикнуть, поднять руку, грубо о ком-то высказаться. Даже в глазах может, он может даже не поднимать руку, но он может с ненавистью говорить о чём-то, это уже о чём-то говорит, да. И я прям такая расслабилась, думаю, ну, хорошо, да, что вдруг это не бывает, что на самом деле всё это дело постепенно, постепенно, вы встречаетесь с человеком и постепенно, постепенно вы уменьшаете свои границы, а его границы расширяете. И в конце концов, вашего границы вообще не осталось, а этот ваш мужчина вот так вот, никого у вас нет, одни страхи, неуверенность в себе, забитость вами самой и вашим мужчиной и вашими подругами, которые тоже не умеют себя вести. Я, кстати, очень много приняла оттуда советов, если вдруг подруга оказывается в такой ситуации, как лучше себя вести, да, что поддерживать, как её надо. Потому что я вот часто бывала, делала ошибки. Я, да, была таким человеком, который говорит, сама виновата, выходи, ты сама виновата, что ты до сих пор там. И то есть, ну, как бы я не так прям грубо, да, то есть сначала мягко-мягко-мягко-мягко, и приходила к тому, что поменяй что-нибудь, ничего не поменяется, пока ты там, ты нормальная, красивая девчонка, вали оттуда, почему ты терпишь всё это, зачем? Вот. И, конечно же, моя подруга могла бы, да, оказаться в сложной ситуации, как бы тут, ну, в общем, я приняла оттуда, из этого фильма, для себя тоже какие-то моменты, как более правильно себя вести. Вот. И я думаю, что, да, Регина как-то, как сказать, выкрутилась из ситуации, да, действительно поняла, подняла эту проблему, сняла этот фильм очень классный, да, очень полезный, посмотрите, кто не смотрел. Вот. Ну, из всего этого, то есть, да, удивительно ещё, да, как-то, буллинг, я до сих пор не понимаю, что за слово буллинг, это когда, ну, тебя третируют там, да, как бы хейтеры, буллинг, вот это вот говорят, какая ты плохая, там, все дела, нападения, да. Надо почитать в интернете ещё, что это такое, потому что я с этим не сталкивалась, с буллингом, поэтому я и не знала, что это такое. Я считаю, что это та же форма вот этого насилия, да, и очень смешно порой, смешно, когда люди, осуждая кого-то в насилии, ведут себя точно так же, как и этот человек, да, не разобравшись, не поняв как-то, не, вот, какие-то такие моменты. У меня, я говорю, когда я увидела это высказывание, у меня не возникло никакой ненависти, никакой агрессии, типа, что она такое говорит, у меня возник только момент первый, что нужно реально следить за своими словами. Да, каждый может ошибаться, но когда ты публичная личность, тебе может прилететь вот так вот. Я для себя тоже взяла на заместочку, что нужно следить за своими словами. Но я всегда себя позиционирую, девочки, таким человеком, что я расту, сегодня я думаю так, а завтра могу поменять своё мнение. У меня могут сложиться какие-то убеждения из моей жизни, из моего опыта, да, я им делюсь, я говорю причины, почему оно так возникло, почему я так думаю. Но я даже в момент, когда я об этом говорю, я продолжаю думать, всё неправильно, да. И возможно ли меня переубедить, я вообще люблю очень споры, в спорах рождается истина. Но спорить вот получается со мной только у людей, которые более начитанные, чем я, более мудрые, имеют больше опыта, умеют психологический подход, правильно объяснить что-то, надавить на правильные рычаги, да, умеют с твоим умом залазить так, чтобы правильно донести. Потому что очень часто, когда мы начинаем спорить, у нас приходят эмоции, да, и мы скорее отставим просто свою точку зрения, да, чтобы не проиграть, что-то такое возникает. Но человек, который профессионально спорит, да, когда он умеет это делать, он делает это очень грамотно, просто доведя до тебя некие какие-то знания, приведя примеры, заставляя тебя думать о чём-то, и в какой-то момент ты приходишь к точке, когда ты понимаешь, как я ошибалась. У меня тогда поток слёз вообще просто, потому что сейчас разделась истина, я ошибалась, я с удовольствием приму, что я ошибалась, потому что сейчас я прозрела, что-то типа того. Я надеюсь, я всё объяснила нормально, говорила, 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 очень много эмоций по этому поводу, да. Правда, девочки, вот я так и подругам своим негативам говорю, которые оказываются в сложной ситуации. Нас окружают очень много разных людей, но только мы решаем, кто из них окажется рядом с нами. Это наша жизнь, это наш выбор, понимаете? Мы не окажемся с человеком против своей воли, не окажемся. Мы свободны. Максимум, ну как бы нет, конечно, могут быть ситуации из разряда, ну кармические уже, да, это так сложилась ситуация, но опять же, нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным. Мы живём в очень разнообразном мире, здесь очень много всего, и есть опасности, есть очень много разных опасностей, есть очень много разных опасных людей. И нас с детства уже учат, что такое хорошо, что такое плохо. Есть много фильмов, что такое хорошо, что такое плохо. У нас есть очень много примеров вокруг, что такое хорошо, что такое очень плохо. пожалуйста принимайте все это потому что в один прекрасный момент мы можем сделать неправильный шаг который поведет нас не той дорогой и мы окажемся сложной ситуации и вот я не переживаю за то что я могу сознательно оказаться какой-то жопе я слежу за этим очень внимательно я боюсь какие-то ситуации насилия когда знаете может быть кармический какой-то момент просто там я не знаю но опять же даже когда срывают сумку и срывают золото с тебя до истории такие слышала опять же это значит девушка идет поздно ночью где-то где темно и нет людей понимаете но для меня вот эти три условия уже говорят о том что что-то может случиться нельзя ходить так нельзя попросите кого-то вас проводить или не создавать условия чтобы ходить где-то темно где-то ночью на вас золото понимаете мы сами идем к ситуации где очень легко что-то снять с нас к примеру или какой-нибудь наркоман каких много просто захочет денег и от страха может прибить вас на хрен на месте вот поэтому это все очень важно все эти моменты не пренебрегайте и конечно может быть есть какие-то кармические вещи что ну ты там не увидела не узнала оказалась в ситуации прикованы наручниками тебя херачат наркотиками короче и делать чтобы что хотят в итоге и ты как бы против своей воли вот вот это страшно это страшные сны моей жизни поэтому жизни нужно быть очень внимательны очень окружают нас очень много разных людей поэтому смотрите внимательно кто вас окружает сторонитесь опасных людей сомнительных людей будьте бдительны и тянитесь к светлым добрым хорошим людям если вдруг не заметили как только заметили принимайте меры пока вы свободны пока вы не связаны руками ногами пока вы можете делать выбор и никто вас не держит я имею ввиду не приковывает наручниками я имею ввиду жесткую форму держания делайте выбор пожалуйста я очень хочу чтобы вы были свободны и внутри делайте выбор мы все знаем что такое счастье и как человек себе чувствует когда он счастлив идите к этому чувство ориентируйтесь по нему по счастью и радостью я желаю чтобы ни у кого не было условий для страдания были причины только для радости чтобы у вас была ясная голова развита внимательность и интуиция и вела вас на пути к светлому будущему и безграничным счастьем все мои хорошие я вас люблю целую надеюсь на видео было чем-то полезным для вас интересным что-то новое интересное узнали для себя делитесь вашими историями в комментариях я обязательно почитаю люблю вас целую прощаюсь до следующего видео пока пока